Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» это седан японского производства. Автомобиль был крайне популярен, когда был новым и до сих пор в огромном количестве представлен на вторичном рынке. Правда, с годами этих автомобилей в достойном состоянии становится все меньше и меньше. Так вот, о чем следует быть в курсе, если вы хотите себе подобный автомобиль, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Mitsubishi Lancer, 10-е поколение. Mitsubishi Lancer 10 по современным меркам настоящий долгожитель конвейера. Эти автомобили начали выпускаться в 2007 году, а закончился их выпуск только к 2016. В 2011 машину подвергли рестайлингу, в ходе которого немного освежили внешность и слегка подправили техническую составляющую. Что касается выбора двигателей и коробок передач, на российский рынок эти машины могли поставляться с довольно большим количеством вариантов двигателя, если говорить про объем. Но по большому счету все агрегаты под капотом Lancer умещаются в два семейства. Так, при покупке этого автомобиля в салоне вы могли приобрести его с двигателем 1,5 литра, мощностью 109 лошадиных сил, с двигателем 1,8 литра, мощностью 143 лошадиные силы и с двухлитровыми агрегатами, мощностью либо 150 лошадиных сил, если речь идет о гражданском атмосферном варианте, либо мощностью 241 лошадиная сила, если говорить о турбомоторе. С 2011 года в гамме двигателей Lancer добавился также и вариант на 1,6 литра, мощностью 117 лошадиных сил. Что касается коробок передач, до объема 1,8 эти машины оснащались либо механической, либо автоматической коробкой передач, имеется в виду гидромеханический автомат. 1,8 и 2 литра поставлялись с вариаторами, а вот в том, что касается типов привода, здесь тоже были варианты. Эти машины могли выпускаться не только с передним, но и с полным приводом. Наш сегодняшний экземпляр – это машина 2007 года выпуска с двигателем 1,5 литра под капотом и обычной автоматической коробкой передач. Ну а привод здесь передний. Ну и по традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про то, как хорошо и насколько толстый он обычно бывает покрашен, и про то, как он сопротивляется нашим дорожным реалиям. В том, что касается толщины ЛКП, это стандартный Mitsubishi. Толщина лакокрасочного покрытия на ланцерах обычно колеблется в диапазоне от 80-90 до 130, редко когда до 140 микрон. Что касается качества самого лакокрасочного покрытия, то оно достаточно среднее. Как и любой другой автомобиль бюджетного сегмента, ланцер с годами и с пройденными тысячами километров покрывается царапками и сколами. Это вполне естественно. Пугаться подобных вещей не стоит. А вот в том, что касается склонности к ржавлению, у ланцера с этим на самом деле все обстоит очень и очень неплохо. Как ни странно, эти автомобили держатся молодцами. И при осмотре подобных машин можно посоветовать лишь пристальнее осмотреть на подъемнике днища автомобиля и не полениться заглянуть под фальшпол багажника, а также, если есть такая возможность, за обшивки багажника. Посмотреть, что творится с задними крыльями внутри. Дело в том, что на этих автомобилях периодически случалось попадание влаги через уплотнение задних фонарей. И все это скапливалось в багажнике вместе с конденсатом. Соответственно, при определенных условиях возможно появление коррозии на скрытых полостях изнутри. Все вышесказанное про хорошую устойчивость к кузова к коррозии, про 10-й ланцер справедливо в том случае, если автомобиль не побывал в хорошем ДТП, после которого был кустарно восстановлен. 90% подобных автомобилей на вторичном рынке будут иметь вторичные окрасы. Поэтому ваша задача при выборе 10-го ланцера для себя убедиться, что у этого автомобиля не подвергались деформации и последующие вытяжки силовые элементы кузова. Ну и крайне желательно, чтобы шпаклевки на нем все же оказалось поменьше. Что касается недочетов или слабых мест, уже не связанных непосредственно с металлом кузова, можно отметить передние фары. На ланцерах головная оптика имеет свойство со временем мутнеть и затираться от дорожного пескоструя. Время от времени владельцам приходится освежать их полировкой. Что касается салона и электрооборудования, ланцер 10 – это весьма простой автомобиль. Здесь не в буквальном смысле три кнопки, но убранство достаточно скромное. Что хорошо, так как на возрастных автомобилях лишняя электроника зачастую бывает причиной лишних затрат. Однако у ланцера с этим все в общем благополучно. Поэтому при осмотре подобного автомобиля обратите внимание на исправность системы отопителя. Вентилятор должен работать на всем диапазоне скоростей без лишних посторонних шумов. Заслонки направления воздухопотока, соответственно, исправно работать и переключать направление обдува. Ну а электрозеркала и стеклоподъемники функционировать исправно. Также не забудьте проверить исправность контрольной лампы подушек безопасности. Если на других автомобилях, например на Ниссанах, проблема с горящей лампой Airbag может быть связана с повреждением подрулевого шлейфа, то на ланцере это может быть связано с датчиком фронтального удара, который, возможно, придется поменять, чтобы восстановить работоспособность системы. Поэтому, если лампа Airbag вдруг по какой-то причине на тестировании не горит, или наоборот горит постоянно, не поленитесь прицепить машину на сканер и вообще поглубже разобраться. А в чем, собственно говоря, проблема. Ну а теперь поговорим про двигатели, которые могут быть под капотом Mitsubishi Lancer 10-го поколения на российском рынке. В нашем случае это самый младший двигатель в линейке, и этот мотор агрегатируется с классическим гидромеханическим автоматом. Маркировка данного двигателя 4А91. Его версия на 1,6 литр маркируется чуть по-другому – 4А92. Однако конструктивно эти двигатели однотипные. Это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров. Здесь два верхних распредвала, здесь есть система изменения фаз газораспределения, но нет каких-либо усложняющих конструкцию моментов, типа коллектора переменной геометрии, прямого впрыска и так далее. То есть двигатель на самом деле конструктивно довольно простой. Здесь нет гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов, поэтому регулировкой нужно заниматься самостоятельно по регламенту раз в 90 тысяч километров пробега. В приводе ГРМ на этих двигателях используется цепь, причем ресурс этой цепи на 4А91 весьма большой и зачастую практически равен ресурсу самого двигателя. Собственно, основные проблемы с этим мотором и связаны, как правило, с маслом, вернее, с его расходом. 4А91 может начать подъедать масло уже после 100 тысяч пробега. Пока эти показатели расхода укладываются в цифру от 100 до 300 грамм на 1000, в принципе, можно доливать и ездить. Но велик риск того, что в один прекрасный момент уровень масла будет упущен. И здесь это приведет к провороту вкладышей и последующему ремонту. Кстати сказать, компания Mitsubishi выпускает ремонтные размеры для поршневой группы на эти моторы, поэтому двигатель этот ремонтопригоден и вполне подлежит восстановлению. Единственный момент, что это может стоить достаточно немаленьких денег. Поэтому при покупке подобного экземпляра обязательно проверьте его состояние на профильном сервисе. Среди причин появившегося расхода масла, как правило, маслосъемные колпачки, ну и на больших пробегах уже и колечки. Так что, если вы обнаружили проблему масложора вовремя и своевременно поменяли кольца и колпачки, скорее всего, дальнейшая эксплуатация этого мотора пройдет у вас без каких-либо эксцессов. На пробегах за 120 тысяч километров на этих автомобилях достаточно часто встречается течь сальника коленчатого вала. Причем не заднего сальника коленвала, который называется коренной, что чаще прочего попадается на других автомобилях, а переднего сальника коленчатого вала. Поэтому при осмотре подобного автомобиля обращайте внимание на то, чтобы агрегат у вас был сухой. Еще одна характерная для 10-го лансера проблема – это прогорание прокладки приемной трубы, которая сопровождается увеличившимся шумом работы выхлопной системы. Сама эта прокладка стоит достаточно недорого и меняется не особо сложно. Этот момент в чем-то роднит 4А91 с агрегатами серии Ашер на Ниссанах, например, Теидах и Нотах. Что касается ресурсов в целом, у аккуратного водителя, который следит за автомобилем и меняет масло в достаточно короткий интервал, хотя бы раз в 7-8 тысяч километров пробега, а не в 15-25, этот двигатель способен отходить около 250 тысяч километров до капитального ремонта. Имейте в виду, что на рынке огромное количество подобных машин со скрученными пробегами, поэтому при покупке подобного агрегата имеет смысл все-таки подойти к диагностике более ответственно. Если же вы обращаете внимание на машины помощнее и вам нужен двигатель на 143 либо на 150 лошадиных сил объемом 1,8 либо 2 литра, то под капотом Лансера вас будут ждать братья-близнецы 4B10 и 4B11. Эти двигатели – детище проекта World Engine. Когда американские, японские и корейские производители собрались и решили, что называется, в складчину разработать движок для широкой модельной гаммы. И каждый из них ушел с базой дорабатывать ее уже под себя. Так вот, двигатель 4B10 и 4B11 в общем-то конструктивно идеологически схожи с G4KD у корейцев. Единственный момент – схожи в данном случае не тождественны. И начинка у Mitsubishi все же намного удачнее. В частности, 4B10 и 4B11 не страдают задирами на стенках цилиндров, как это бывает у корейских аналогов. И сама поршневая группа здесь крепче. Ресурс этих силовых установок – около 350 тысяч километров пробега. А в некоторых случаях они способны выходить даже больше. Конструктивно 4B10 и 4B11 – это все те же алюминиевые рядные четверки с системой изменения фаз газораспределения, все так же не имеющие гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов и все так же имеющие цепной привод ГРМ. Единственное, что цепь на этих двигателях ходит несколько поменьше, чем на малообъемном собрате. Поэтому ресурс цепи ГРМ до замены может очень сильно варьироваться от 150 до 200 тысяч километров в среднем. Если при этом в исправном состоянии находятся муфты фазовращателей, то замена цепи на таких двигателях пройдет достаточно необременительно для кошелька владельца. Если говорить о характерных проблемах для двигателей 4B10 и 4B11, то, как правило, голову здесь греет либо навесное оборудование излишними посторонними звуками, и тогда нужно поменять ролики, либо подшипник, например, на компрессоре кондиционера, либо все те же подтекания сальников. Передний сальник каленвала, задний сальник каленвала, ну и клапанная крышка, куда же без нее. Так что при осмотре агрегата обращайте внимание на сухость и на отсутствие посторонних звуков. Особенно нехороший признак сулящий, в общем-то скорые затраты, это посторонний грохот со стороны механизма ГРМ. Периодически владельцы подобных моторов могут сталкиваться либо с повышенной вибрацией в определенном диапазоне оборотов, чаще от 1000 до 1500, либо с плавающими оборотами. В этом случае чаще всего повинна дроссельная заслонка, которую нужно почистить. Как и на 4А91, на 4Б10 и 4Б11 нужно следить не только за частотой и исправностью системы охлаждения, но и не лениться периодически инспектировать свечи зажигания и менять их почаще, чем можно было бы делать на каком-либо другом автомобиле. Особенно если в регионе, где вы эксплуатируете свой лансер, не очень хорошо с качеством топлива. При прочих равных, если коробка автомат для вас не принципиальна и вы готовы эксплуатировать автомобиль с вариатором, либо на механике, лучше предпочесть более объемный двигатель. Он и тянет машину порезвее, и расход топлива с ним будет не намного больше. Что касается коробок передач, на эти автомобили устанавливалось 4 типа коробок. Про 3 из них мы сейчас скажем, а один трогать не будем. 5-ступенчатая механика может агрегатироваться с любым из двигателей, которые устанавливались на эту машину. Как, кстати, и с любым из типов привода. Да, вы можете купить 150-сильный 2-литровый лансер на механической коробке И-4ВД. 5-ступенчатая механическая коробка на 10-м лансере могла агрегатироваться с любым из двигателей, а также с полным приводом. Поэтому вы можете, изрядно потрудившись, поискать себе, если найдете в хорошем состоянии, 2-литровый 150-сильный лансер на механике. И, в принципе, это будет очень даже интересный вариант. Сама по себе коробка не особо проблемная. Ходит она долго и надежно. Менять масло в ней нужно, ну, хотя бы раз в 70-80 тысяч километров пробега. Что касается каких-либо проблем с механикой, то, по большому счету, кроме жалоб на встречающиеся подтекающие сальники приводов и на ранних сериях автомобилей синхронизатор первой передачи, особо претензий к ней и не было. Поэтому при покупке проверьте, чтобы все скорости у вас включались исправно, чтобы ничего не вылетало и не было лишнего гула при движении. Ресурс компонентов сцепления же на этих автомобилях, в принципе, стандартный для любых других легковушек. Около 100 тысяч километров до замены. Что касается автоматической коробки с двигателем 1,5 литра и 1,6 литра, агрегатировался обычный 4-ступенчатый гидромеханический автомат. Претензий к его работе нет, по большому счету, никаких. Ресурс этой коробки огромен и зачастую способен превысить ресурс двигателя объемом 1,5 литра. То есть коробка выхаживает свыше 200-250 тысяч километров. Если будете регулярно менять масло. Регулярно это раз в 60 плюс-минус тысяч км. Ну а если вы сторонник вождения автомобиля только с двумя педалями, и при этом выбираете между мотором 1,8 либо 2 литра, то вы купите подобный автомобиль исключительно с вариаторной трансмиссией. Коробка эта, по сути дела, та же самая, что устанавливается на Mitsubishi Outlander XL. Так как XL как раз и был сделан, в принципе, на платформе Lancer. Что касается этих коробок, сами по себе они достаточно неплохие. И в идеальных условиях, при условии, что вы не перегреваете коробку, не даете излишних ударных нагрузок и меняете в ней жидкость с фильтром хотя бы раз в 40 тысяч километров, этот вариатор проедет у вас около 250 до того, как первый раз попросится в ремонт. Но в случае, если всем этим пренебрегать, не менять жидкость, стараться как можно чаще перегревать трансмиссию и пришпоривать автомобиль с каждого светофора, вы можете очень существенно ресурс трансмиссии сократить. В некоторых случаях эти коробки выхаживали едва-едва за сотку. Кстати, о вариаторе. Интересный факт. На дорестайлинговых автомобилях производитель предусмотрел дополнительное охлаждение коробки передач, вынеся отдельный радиатор охлаждения за левый передний подкрылок. В этом же месте он расположен, например, и на кроссовере Nissan Juke. Этот радиатор зачастую страдал от того, что в процессе движения место, где он находился, забрасывалось через щели для вентиляции в подкрылке, грязью, влагой и так далее. И банальная коррозия зачастую приводила к разрушению этого самого радиатора, протечкам трансмиссионной жидкости и так далее. Поэтому на версиях после рестайлинга с 2011 года производитель радиатор убрал, но не переместил его в более защищенное место, а убрал с автомобиля вовсе. Так что, если вы покупаете рестайлинговый автомобиль после 2011 года, и предыдущий владелец не озаботился установкой дополнительного охлаждения на вариатор, рекомендуем это сделать. Стоит это не так дорого, а вот ресурс вашей трансмиссии, подобная манипуляция продлит очень существенно. Четвертый тип трансмиссии на лансерах встречается только в сочетании с турбомотором. И это роботизированное КПП. Однако таких автомобилей на рынке достаточно немного, поэтому подробно останавливаться на подобных коробках, а тем более вести разговоры про ее ресурс в условиях ежедневной эксплуатации автомобиля, пожалуй, излишне. Что касается подвески лансера 10-го поколения, то в целом она хоть и немного жестковата, но достаточно вынослива. И многим этот вариант ходовой части, в принципе, по душе. Что касается ресурса компонентов, он достаточно неплох для обычного легкового автомобиля. В частности, по традиции, самым слабым и малоресурсным компонентом всей подвески можно обозначить втулки и стойки переднего стабилизатора. Их ресурс, в зависимости от качества дорожного покрытия, на которых эксплуатируется машина, может составлять как 30, так и до 50 тысяч километров пробега. Больше они доживают крайне редко, но при этом стоят недорого и меняются не особо сложно. Что касается ресурса, например, таких вещей, как амортизаторы, передние аморты, как правило, служат около 100-120 тысяч километров пробега, задние чуть побольше, в районе 130-150. В некоторых случаях, опять же, все очень сильно зависит от качества дорог в вашем регионе. Опорники передних стоек при этом могут как выходить и весь срок службы передних амортизаторов, так и сдаться немного раньше, на 80-90 тысяч. Шаровые опоры также около 90 тысяч километров пробега. Сайлентблоки в передних рычагах выхаживают у кого-то 60, а у кого-то и до 100 тысяч километров. Ресурс ступичных подшипников плюс-минус 100 для передних и чуть-чуть побольше для задних. Разумеется, чем больше будет диаметр дисков, которые будут установлены на вашем автомобиле, и чем они будут тяжелее, тем, соответственно, ресурс этих самых подшипников будет меньше. Неприятный сюрприз по их части заключается в том, что на этом автомобиле ступичные подшипники меняются в сборе. Что касается рулевого управления, в зависимости от того, какой двигатель установлен на автомобиле, рейка может быть либо электрическая на версиях с полтора литровым мотором, либо гидравлическая на автомобилях с двигателями, например, 1.8 и 2 литра. Гидравлические рейки выхаживают вполне стандартный срок, около 150 тысяч километров пробега плюс-минус. При покупке такой машины обратите внимание на отсутствие стуков и на то, чтобы система не истекала рабочей жидкостью. Чаще прочего, течь может быть как по сальникам самой рулевой рейки, так и по шлангам системы. Смотрите, чтобы у вас были сухие шланги, чтобы не бежал насос гидроусилителя. Если же вы покупаете подобный автомобиль с двигателем 1.5 литра, у вас будет электрорейка и, соответственно, электроусилитель. В этом случае, конечно же, проверьте рейку на отсутствие стуков, а сам электроусилитель на исправность работы. Не должно быть каких-либо ошибок в памяти по данному узлу. И, чаще прочего, если при запуске или по ходу движения вы увидели сервисное предупреждение на бортовом компьютере, и у вас перестал работать электроусилитель, попробуйте посмотреть контакты, плотность защелкнутых фишек и почистить их, возможно, на блоке управления самим EUR. Находится он в данном случае в салоне, и для того, чтобы до него добраться, нужно будет демонтировать бардачок. Если же с контактами и проводкой все в порядке, то, возможно, начать стоит с замены не особо дорогого блока управления, этим самым электроусилителем. Что касается задней подвески 10-го ланцера, то, хотя она и несколько посложнее, чем, например, у Соляриса и сайлентблоков здесь побольше, но выхаживает все это до ремонта около 120-150 тысяч километров. По большому счету, если вы будете использовать дубликатные запчасти, те же самые сайлентблоки, и перепрессовывать их, то особых проблем она вам доставить не должна. Единственным, более или менее характерным для этой модели, слабым в кавычках местом, можно назвать задние пружины, которые со временем склонны проседать, но при этом они остаются целыми и крайне редко ломаются. Так что, не так уж это, пожалуй, и критично. Что касается системы полного привода, на 10-м ланцере она идентична таковой на Mitsubishi Outlander XL. Здесь также есть кнопка, позволяющая вам оставить автомобиль либо чисто переднеприводным, либо в режиме авто подключать заднюю ось в работу при пробуксовке передка, либо принудительно заблокировать муфту, распределяя крутящий момент пополам между передней и задней осью. Кстати сказать, некоторые владельцы 10-х ланцеров производили операцию по превращению своего исходно-переднеприводного автомобиля в полноприводной. Часть деталей и компонентов в этом случае, конечно, подходит от Outlander XL, но за некоторыми вещами придется побегать, как, например, за задним подрамником. Каких-либо вопросов по надежности системы полного привода на этих машинах, как и на Outlander XL, особо нет. Итак, какой вывод можно сделать под всем вышесказанным про 10-й ланцер? В принципе, если вы рассматриваете подобный автомобиль к покупке, то это можно смело сделать. В данном случае, если вы покупаете машину с любым двигателем 1,5 литра, либо 1,8, 2, неважно, обращайте внимание прежде всего на состояние силового агрегата. Если же вы покупаете машину с вариаторной трансмиссией, не лишний будет продиагностировать этот узел, дабы не попадать сразу после покупки машины на достаточно недешевый ремонт. В том, что касается конструкции, ланцер 10 это достаточно простой автомобиль. Ресурс подвески у него не меньше и не хуже, чем у любого другого автомобиля. Да, в некоторых моментах он может быть подороже в ремонте, но в основном это, конечно, касалось оригинальных запасных частей. Вряд ли в 2021 году, покупая 10 или более летнюю машину, кто-то будет использовать оригинальные компоненты. Ну а дубликаты достаточно неплохо представлены на рынке запасных частей. А вот от чего следует предостеречь людей, кто ищет себе подобный автомобиль, так это от приобретения подобных машин по низу рынка. Поскольку в данном ценовом сегменте есть риск нарваться не столько на уезженный или восстановленный после серьезного ДТП автомобиль, как и в том числе на криминальную машину с перебитыми, например, номерами кузова. Поскольку у ланцер 10, когда был новый, как ни странно, пользовался популярностью не только у покупателей, но и у угонщиков тоже. Так что при покупке подобной машины обращайте внимание не только на техническое состояние, но и на юридическую чистоту автомобиля. Как говорится, модель была когда-то в группе риска. Но в остальном, если вы нашли себе подобную машину в хорошем состоянии, этот автомобиль будет достаточно долго радовать вас без проблемной эксплуатации. Правда при условии, что вы в свою очередь будете относиться к нему внимательно и ответственно, меняя масла и обслуживая машину по регламенту и вовремя. Ну вот и все на сегодня. Если наш сегодняшний обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Также, если у вас был или есть 10-й ланцер и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, указывайте в комментариях. Людям, ищущим себе подобную машину, ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.